МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу подробностей на канале телевидения Надымских газовиков в студии Ярослава Кондрякова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Итоги работы за месяц и итоги конкурса на лучшее состояние условий охраны труда среди филиалов Газпром добычи на дым подвели на ежемесячном совещании руководителей. Реконструкция медвежьего месторождения продолжается. Какая работа ведется в технологических цехах ГП-2? 71-ю годовщину Великой Победы отметили в Надыме. Состоялось очередное ежемесячное совещание руководителей филиалов, отделов и служб при администрации Газпром добычи на дым. Вначале обсудили вопросы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. На предприятии этой теме всегда уделяется большое внимание. Работа, как отметил генеральный директор Сергей Меньшиков, ведется на высоком уровне и, самое главное, дает положительные результаты. О них рассказал начальник отдела охраны труда администрации общества Андрей Васюта. Приятная часть совещания – подведение итогов ежегодного конкурса на лучшее состояние условий охраны труда, промышленной и пожарной безопасности среди филиалов. В первой производственной группе третье место присуждено Ямальскому ГПУ. Второе разделили Управление аварийно-восстановительных работ и Ямалэнергогаз. А победителем стала Медвежинская ГПУ. Во второй производственной группе награда за третье место отправится в пансионат «Надым». Второй результат – у службы корпоративной защиты, а лучшим признано Управление связи. Что касается в целом работы общества за прошедший месяц, по словам главы компании, замечаний нет. Объем добычи газа с Баваненковского месторождения пока остается на прежнем уровне, но с учетом потребностей в летний период может быть снижен. То, что касается месторождения Нады-Пуртазовской региона, то задача наша однозначно всего коллектива – это выполнение всего комплекса планово-предупрительных ремонтов. Второй момент, который хотел бы обратить внимание – это паводковый период, который у нас уже начался, начинается по ряду месторождения, ну и который плавно перейдет на полостров Ямал. Те мероприятия, которые мы разработали, мы должны четко по ним отработать. В период проведения планово-предупредительных ремонтов газовых промыслов особо актуальна поставка материально-технических ресурсов. С докладом выступил начальник управления материально-технического снабжения и комплектации Юрий Агроба. Еще один вопрос в повестке дня – тиражирование шаблона информационно-управляющей системы предприятия для вида деятельности добычи газа и газового конденсата в дочерних обществах «Газпрома». О ходе реализации этого проекта в «Газпром. Добыча на дым» мы поговорим с гостем в студии, начальником службы информационно-управляющей систем Гарольдом Новиковым. Здравствуйте, Гарольд Эдуардович. Здравствуйте. Гарольд Эдуардович, в чем главная цель проекта и его значение? Основными целями данного проекта является повышение эффективности управления газодовывающими обществами «ПАО «Газпром»» и создание единого источника достоверной непротивчивой информации для принятия управленческих решений на уровне корпоративного уровня «ПАО «Газпром». А знакома ли работникам общества вот эта аббревиатура «ИУС-ПД»? Ну, «ИУС-ПД» всем вряд ли знакома. «ИУС» – это расшифровывается достаточно просто, и это все знают, поскольку у нас название нашей службы – «ИУС». Служба «ИУС» – это информационно-управляющая система. Дальнейшая буковка – это означает предприятие, потому что проект называется «Создание шаблона информационно-управляющей системы предприятия» и буковка «Д» ключевая здесь – это для вида деятельности добыча газа. «Д» – добыча. Потому что в проекте существует три направления в глобальном смысле – это для вида деятельности добыча газа, транспортировка газа и подземное хранение газа. Вот в этот проект какие структурные подразделения вовлечены? В настоящее время активно работают три филиала – это УМТСИК, УОРСОВ, ННГДУ и службы и отделы администрации. Гарольд Эдуардович, спасибо за информацию, а мы продолжаем выпуск. История освоения недр Западной Сибири берет свое начало с газового промысла номер 2 – медвежьего месторождения. Его строительство велось круглосуточно, несмотря ни на какие погодные условия. ГП-2 был сдан в эксплуатацию в 1972 году. Сегодняшний день промысла – постепенный вывод из разработки. Товарно-материальные ценности передают на другие газовые промыслы. Технологическое оборудование, емкости, сосуды, трубопроводы чистят горячим паром, готовят к демонтажу. После пропаривания оборудования будут проводиться работы по отключению пункта переключающей арматуры от газового промысла для того, чтобы подать газ из газовых скважин ГП-2 на газовый промысел номер 3. Комплекс работ, которые важно выполнить до 30 июня текущего года, большой. Отключить газовый промысел от общей системы сбора газа Медвежьева, вывести нефтепродукты. Затем постепенно отключат тепло- и водоснабжение. К 1 июля 2016 года, дав последний сигнал, три гудка здесь отключат электроэнергию. 71-я победная весна – главный праздник России. Тысячи надымчан приняли участие в Параде Победы. Около ста организаций и предприятий. Газовики всегда готовятся к этому празднику заранее. Самая большая колонна – «Газпром добычи на дым». Все подробности в специальном репортаже выпуска. Мыслями в наступающем дне. Памятные церемонии, посвященные Дню Победы, прошли 8 мая по всей России. Почтить память, принести цветы. На Дымском районе по традиции проводят немало торжественных мероприятий. Открытие сквера воинской славы состоялось у храма-часовни имени благоверного князя Александра Невского. Инициатором его строительства выступили общественные организации. Здесь будет 8 памятных знаков. Первый – морских пехотинцев – уже установлен. Появятся образцы военной техники. Патриотическую акцию «Звезда памяти» также провели накануне праздника – 8 мая у Дома культуры «Победа» и в роллер-парке «Адреналин». В память о погибших земляках на Дымчане зажгли около 5000 свечей, выложенных в форме звезды. Он до сих пор пахнет краской. Собран вручную на основе УАЗа – мастерами из Надымского НГДУ. Этот велес – не просто копия автомобиля военного времени. Еще один символ эпохи. В прошлом году работали на ДЗИС-5В. Все к дню Великой Победы. Чтобы это сохранилось, чтобы это было всегда в памяти подрастающего поколения. Вот мы для этого и делали эту всю технику. 9 мая часть проезжих улиц становится пешеходными. Специально перекрыто автомобильное движение. Изменены маршруты транспорта. Несколько тысяч участников парада пройдут торжественным маршем. «Наши деды воевали. Воевали достаточно очень долго. Все прошли. Слава Богу, что остались живые. На самом деле это отдать им должное, то, что прошли не такой ад кромешный. И пока мы помним их, на самом деле пока они живые». «Точнее, нет такой семьи, в которой бы не было кого-то из участников Великой Отечественной войны. Или в тылу, или на заводах, или просто в колхозах, которые кормили воинов. Поэтому я думаю, что из поколения в поколение дети должны знать, что это за праздник». «Это самый главный праздник. Наши деды освободили страну от фашистских захватчиков. И никто не знает, что бы было, если бы эта победа не случилась. Была ли вообще такая страна Россия. Были бы мы, были бы наши дети. Поэтому всем ветеранам низкий поклон и большое спасибо». Самый главный и священный, самый светлый и трагичный, самый трогательный праздник. С каждым годом становится все меньше и меньше тех людей, которые знают, какой была война, с каким чувством ждали великую победу. О масштабе и значимости 71-й годовщины говорят георгиевские ленточки. Парадшествие 9 мая, отчет поколений. Как живем, как бережем мир. «Именно дух патриотизма наших дедов и прадедов мы должны передавать через поколение в поколение, чтобы наши дети тоже были напитаны таким патриотизмом. Это, я думаю, самое главное и важное. С этим я пришел непосредственно на этот праздник». «Состроение великолепное. И мне кажется, вот эта атмосфера, которая и здесь, на площади. Я убежден, что в каждом уголке нашей Родины она просто непередаваемая. И настолько это такое высокое чувство, и вот этот действительно трепет в душе, который есть. И я убежден, что с каждым годом это чувство будет только увеличиваться». «Бессмертный полк. Еще одна летопись победы» рассказывает о войне лучше любых учебников. Портреты героев, не доживших до Великого дня, 9 мая, несут их дети, внуки, правнуки. В «Бессмертном полку» все равны – от солдат до маршалов. «Была такая линия голубая на Тамане, битва за Кавказ. Это был его первый, скажем так, и последний бой. Он там был тяжело ранен, потерял глаз в первом же бою. И с осколками в голове еще прожил до 82-го года». 1418 долгих дней и ночей. Страшное время невосполнимых потерь, разрухи, скорби. И радостная весть, долгожданное слово – победа. Чувство гордости за Россию, за тех, кто выстоял в Великой битве – едино. «И повторять, и пересматривать, и старые фотографии, и перечитывать книги о войне, и песни петь обязательно военные, чтобы память была жива. Если память исчезнет об этом кровавом событии, значит и все может повториться сначала». «Когда звучит словосочетание «бессмертный полк», сразу же представляешь своих предков, своих дедов, представляешь тех воинов, которых ты видел в фильмах. И вот как-то хочется помочь в этом плане и сказать им – мы с вами, мы вместе». Сколько бы ни прошло времени, День Победы остается главным праздником России, дорогим и близким для каждого. И задача всех поколений – сохранить память о подведе народа. Светлана Тусида, Олег Зубко, Игорь Заборовский, телевидение «Общество», «Газпромдобыча на дым». Далее в программе. Умение работать в команде на отлично показали надымчане. Команда стала первой среди 19 дочерних компаний газового концерна. Квест-игра – знакомство со связью для учеников подшефного «Газпром-класса». К труду и обороне готов. Все желающие смогут сдать пробные нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Об этих и других событиях через некоторое время. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Результат на отлично. Умение работать в команде показали работники «Газпромдобыча на дым». Онлайн-игру проводил отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр «Газпрома». Надымская команда стала первой среди 19 команд из дочерних компаний газового концерна. Три дня, девять часов деловой игры превратили пятерых коллег «Газпромдобыча на дым» в настоящую команду. В онлайн-режиме они выполняли игровые задания, схожие с реальными производственными задачами. Мы для себя определили, что наполнение команды будет осуществляться из числа перспективного резерва кадров. Мы таким образом решили, что это в дальнейшем поможет определиться нашим резервистам, поможет им усилить свои сильные стороны, посмотреть на свои недостатки. В первый день надымчане играли в одной команде со своим тренером. Во второй они входили в состав разных команд из 19 дочерних обществ «Газпрома». В третий игровой день они снова объединились, но тренером был коллега другой компании, который и оценивал эффективность игроков. Любое из заданий, оно очень специфичное, что-то связано с общими знаниями, что-то с деловой этикой, например, может быть, что-то чисто с помощью презентации нужно было осуществить. Но в основном тут больше на интеллектуальной способности участников, то есть и общие знания. Самое интересное задание мне показалось во втором дне, где были смешанные команды. Это задание под номером 5, насколько я помню. Надо было про китайскую стратегму. Необходимо выявлять свои мысли о том, как его перенести в современное общество. Это вот как бы самооценка больше. Тебя бросают в разные темы, ты к этому абсолютно не готов. Ты не знаешь, какое будет задание, какой будет видимо материал, насколько ты сможешь сам среагировать. Ты что-то быстро пытаешься напечатать, кратко изложить свою мысль, проанализировать своих коллег, что они написали. Это, конечно, очень сложно. Ну и как бы по итогам игры уже понимаешь, где твое слабое место, на что надо обратить внимание и как развиваться. Цель деловой игры – умение взаимодействовать и работать в коллективе. Игра оценивалась по двум критериям. То есть это эффективное взаимодействие и командное взаимодействие, скажем так. Эффективность взаимодействия, качество выполнения, быстрота реакции, правильность ответа оценивалась. Вот за самый первый ответ начислялись дополнительные баллы, получается. А командное взаимодействие оценивалось по нескольким также критериям. Вклад каждого члена команды рассчитывался по стоп-бальной системе. И распределялись роли. То есть пять человек, либо это генераторы, либо это организатор, реализатор и так далее. До игры участники надымской команды лишь изредка виделись. Теперь они могут совместно решать поставленные задачи, используя навыки, приобретенные в виртуальном проекте. Данная игра позволила в стрессовой ситуации с незнакомой командой прийти к, я считаю, очень хорошему результату. Мы заняли первое место, мы были лучшие. Это уже второй опыт участия надымчан в деловой игре между дочерними обществами «Газпрома». В прошлом году наша команда вошла в тройку лидеров. Оксана Захарова, Сергей Черков, Олег Зубко, телевидение общества «Газпром. Добыча надым». И еще один предмет особой гордости. В холле центрального офиса «Газпром. Добыча надым» рядом с другими престижными наградами выставлен новый трофей. Эту золотую сову привезли представители молодежного объединения надымских газовиков из Ноябрьска с 3-й открытой интеллектуальной игры «Перспектива». За звание «Самое умное» сразились 12 молодежных сборных дочерних обществ «Газпрома» из Ноябрьска, Сургута, Нового Уренгоя, Астрахани, Москвы, Югорска, Ямбурга. Пятерку интеллектуалов «Газпром. Добыча надым» составили работники аппарата управления, связисты и транспортники. «Перспектива» – это уже не просто игра, а своеобразный молодежный форум. Испытания начались с приключенческого квеста. Далее соревнования на заснеженной трассе, преодоление веревочных препятствий и тренинг по командообразованию. Интеллектуальный поединок стал решающим для надымской команды «Джоуль». Опередив ближайшего преследователя, лишь на один балл надымчане привезли домой первую премию. Эта победа очень цена для нас. Мы очень долго шли к ней, буквально каждым шагом приближаясь к этой победе. И вот с третьей попытки, можно сказать, мы ее в тяжелой борьбе отобрали у команды «Подземремонт», которая была дважды лидером. Хочется поблагодарить руководство общества «Газпром Добыча на дым», что отправили нас в эту поездку. Молодежное объединение общества «Газпром Добыча на дым», профсоюз общества. Кто придумал радио? Как создавался первый телефон? Какую роль сыграли связисты в освоении первого месторождения гиганта Тюменской области? Это и многое другое рассказали первым посетителям Музея истории связи и радиотехники ученикам «Газпром-класса». Связисты познакомили ребят не только с работой управления, но и придумали и провели для них квесты-гру. Вот такими примерно были первые узлы связи. В каждой витрине изюминка – ламповый приемник и переносная радиостанция, ручной коммутатор и первый радиотелефон генерального директора. Более ста экспонатов, которые в свое время были неотъемлемой частью работы газовиков. А теперь хранятся здесь и рассказывают каждый свою историю. Есть экспонаты, которые действительно исторические, а есть те, которые исторические с точки зрения нашего общества. Мы хотели сегодня заразить детей стремлением к науке, стремлением к технике. Мы с радостью ждем их в свои ряды, работать к нам. От теории к практике. Знакомство со связью продолжила квест-игра. Ребят разделили на три группы и даже присвоили названия – синие, белые и красные. Первое испытание проводилось на коммутаторе связи и давало представление о работе телефонисток. Его назвали «связанное одной целью». Игроку предлагали картинку, которую нужно было объяснить на языке связи оппоненту, находящемуся на другом конце провода. Сегодня мне понравилось то, что нам дали самим почувствовать себя на роли связиста и телефониста, и связиста. Возможно, это изменит как-то и мою профориентацию, потому что я еще не определилась, как и большинство ребят в моем возрасте. В задании «Кросс по пересеченной местности» ребятам пришлось вспомнить математику и решить систему уравнений. В ответах – подсказки для дальнейших действий. 18. 18, давай. Если последняя 20, то это? 18. Давай, умничка. Я пришла жмякать. Давай, жмякать. Михаил, жмякни. Жмякни. Подожди. Трубочку. Нажал? Давай. Молодцы. Им нужно было прозвонить в телефонную цепь, имитируя сам процесс, происходящий на самом кроссе. То есть, реальный рабочий процесс. Потренироваться обжимать специальными приспособлениями, витую телефонную пару и попробовать себя в роли электромонтеров можно было в очередном этапе квеста «Запутанная история». Очень понравилось. Задание – это весьма-весьма приятный бонус и довольно неожиданный. Нам сразу сказали, что будет какой-то сюрприз, но мы, конечно, не догадывались, о чем шла речь. Во время игры ребята познакомились с профессиями монтера, стационарных сооружений, телефонистки и специалисты сетей передачи данных. Хотелось ребятам показать, что у нас направление занимается не только телефонами, мы крайне разностороннее управление, у нас очень много разных сфер деятельности, и вот ребятам хотелось показать хотя бы часть из них. По итогам квеста наибольшее количество баллов набрала команда красных, ребятам были вручены памятные подарки. Знакомиться с предприятием надымских газовиков, учащиеся «Газпром-класса» продолжат уже в следующем учебном году, после летних каникул. Оксана Захарова, Сергей Черков, телевидение общества «Газпром. Добыча надым». Медицинская сестра, сестра милосердия – это название одной профессии. И медсестры медико-санитарной части общества «Газпром. Добыча надым» стараются следовать своему назначению – помогать больным людям, дарить им тепло души и быть милосердными. На этой неделе они отметили свой профессиональный праздник. Стоматологические и физиотерапевтические процедуры – неотложная помощь. Сегодня ни одно направление медико-санитарной части общества не обходится без медсестер. О пациентах они знают все – у кого какое здоровье, когда и кому поставить прививку, пройти обследование. «К врачу пришли, а медсестра дальше продолжает отпускать процедуру. Мы с пациентом непосредственно у кого 10 минут процедуры, у кого 20 минут процедуры. Естественно, мы с ними гораздо дольше и больше находимся». «Пациенты приходят к нам много с вахты. Кислородное голодание здесь на севере у многих, гиподинамия. И люди приходят к нам улучшить себе настроение, улучшить свое здоровье». «Если я буду добросовестно выполнять качественно свою работу и понимать с полуслова, с полузгляда доктора, то пациент уйдет счастливым». Правая рука – коллега и друг. Медицинская сестра уже много лет является главным помощником врача. Любому доктору требуется грамотный специалист, который и в болезнях разбирается, и даже может подсказать тактику лечения. «Я сначала бы сказала, что это хозяйка в кабинете, потому что весь порядок наводит медсестра. Потом это правая рука, но потом все остальное. И друг, и помощник. Мы с Наташей работаем уже давно вместе. И вот мы понимаем друг друга даже со взгляда». Другом и помощником медсестра становится и для пациента. К тому же любой больной человек испытывает облегчение не только от процедуры лекарств, но и от простого внимания и добрых слов. «Пациенты приходят, могу успокоить, могу подготовить пациента к лечению. Иногда находим такие моменты из детства, которые влияют на лечение». «Очень важно именно общение с пациентом, улыбка, наверное, доброе слово, больше внимания к пациентам, чем, может быть, даже и на процедуры. Они очень приходят для общения многие». «Это очень важно, потому что это влияет на оздоровление наших пациентов. Естественно, это сказывается на их трудоспособности. И, естественно, если им хорошо, то и нам тоже очень хорошо от этого». «У нас такая профессия, что, на самом деле, нас, может быть, еще в медучилище этому обучали, что мы должны быть приветливыми, ласковыми, общительными. Вот не знаю, как, может быть, это проблема, не проблема, но действительно, мы всем улыбаемся, всем рады. И спасибо тоже всем пациентам. А в первую очередь, они доброжелательные, естественно, и мы им в отдачу свою вот заботу и даем». «В медсанчасти общества сегодня работает 64 медсестры. Все они убеждены, настоящий медработник никогда не уйдет из медицины, как бы трудно ни было. А главное, такая работа приносит им радость. От тех, кому помогли вернуть здоровье, вселили надежду на выздоровление». В Надыме начался сезон отпусков, и многим предстоит преодолеть расстояние в несколько тысяч километров на автомобиле. Госавтоинспекция рекомендует подойти к поездке на дальние расстояния ответственно и заблаговременно планировать не только маршрут путешествия, но и подготовку. Необходимо удостовериться в техническом состоянии транспортного средства, проверить документы, их сроки действия и заранее заглянуть в автоинспекцию. «Посмотреть наличие своих штрафов, чтобы в дороге где-то не возникли никакие ситуации. Инспектор посмотрит по всем базам, федеральным, на наличие штрафов. Также рекомендация при следовании в отпуск, соблюдение правил дорожного движения, это в первую очередь, как показывает практика, соблюдение скоростного режима и соблюдение отдыха при следовании в отпуск». А как и по какому маршруту планируют провести свой отпуск в этом году на Дымчане, мы узнали из нашего еженедельного опроса. Мы поедем на Дым-Тюмень, в Тюмень сначала, а потом поедем в Киров, в Кировскую область. Хочу проехать в Омскую область, провести отпуск там. Теперь не беспокоимся о том, что мы не сможем проехать какое-то там определенное время. Мы спокойно сейчас, путь открытый, поедем в любое время дня и ночи. Не знаю, Саша, ехать некуда, на Украине война. Боюсь, не знаю. Ну вообще мы собираемся в августе и, наверное, все-таки Россия, море, Черное море. А как добираетесь? Самолетами, поездами? И самолетами, и поездами. Любим путешествовать по России на автомобиле. Вот. Последний раз ездили в Белоруссию. Так рассчитываю на Краснодарский край, сам оттуда просто. Так еще пока в планах, потому что, как говорится, там уже лето, здесь еще у нас зима. Все желающие смогут сдать пробные нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Перечень нормативов включает в себя подтягивания на турнике, прыжки в длину с места, наклоны вперед, бег на длинные и короткие дистанции, жим гири, плавание. Желающих проверить себя и свои возможности ждут в спорткомплексе «Молодость» 15 мая в 10 утра. Не забудьте захватить с собой спортивную форму и пропуск работника предприятия «Газпром Добыча Нады». И это все события, о которых мы успели вам рассказать. Впереди прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. До свидания. По прогнозу синоптиков, предстоящие выходные температура воздуха днем минус 2-4 градуса, ночью до минус 6. Осадков не предвидится. Ветер переменный с порывами до 9 метров в секунду. Влажность 73%. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба.